А мы продолжаем говорить об электронных подписях и как с ними нужно работать с 1 сентября. Об этом в деталях расскажет руководитель удостоверяющего центра компании «Тензер» Наталья Пышкина. Наталья, добрый день. Ждем от вас всю актуальную информацию по теме. Добрый день, коллеги. Очень приятно, что вы откликнулись и пришли на наше великолепное мероприятие. Меня зовут Наталья Пышкина. Наталья Пышкина, руководитель удостоверяющего центра компании «Тензер». Я сейчас включу презентацию и покажу вам, как не нужно бояться нововведений. МЧД — это совсем не страшно, если вы работаете с «Тензером». Итак, поехали. Как же перейти на МЧД? Оказывается, чтобы перейти на МЧД, нужно пройти всего три шага. Первое — получить электронную подпись физического лица. Выпустить МЧД с указанием полномочий. И зарегистрировать ее во всех госорганах. Кажется, где-то сложновато. Что значит «зарегистрироваться во всех госорганах»? Я вам потом расскажу, потому что «звиз» или, как мы сейчас называем, «саби» — это не просто программный продукт, это еще немножко магии. Мы — крупнейший удостоверяющий центр в России. Офисы выдачи электронной подписи у нас есть абсолютно во всех регионах страны, даже в новых. Поэтому мы решим вопрос с выдачей электронной подписи. Вы можете получить ее в нашем офисе лично, удаленно по биометрии или с помощью действующей КЭП. СБИС — очень простое управление МЧД. На главном экране — доверенности. Мы видим все свои юридические лица в одном окне. И чтобы выдать доверенность, надо просто нажать «плюс» — «доверенность». Выпуск МЧД еще более простой. В СБИС можно настроить гибко все виды документов. Можно сделать, чтобы доверенность была выдана только бухгалтеру для сдачи электронной отчетности. Можно сделать доверенность на коммерческого директора, чтобы он подписывал договоры и еще товарные накладные. А самое главное, что в СБИС можно ограничивать доверенности по сумме. Особенно это важно, когда у вас огромное количество сотрудников. Даже если не очень большое, но не всегда можно доверить каждому, чтобы он подписал, например, договор на миллион. Кому-то достаточно и только 150 тысяч выделить, чтобы хотя бы присмотреться, посмотреть, как человек работает. Поэтому с СБИС предусмотрено все. Если нужна доверенность для ЕГИС, и вы являетесь пользователем ЕГИС, то также будет выдана специальная доверенность для сдачи отчетности в ЕГИС, и она автоматически будет передана в систему. Также мы предусмотрели, что ведь есть разветвленные компании, поэтому можно подписать доверенность на всю компанию или за конкретные филиалы. То есть доступ у нас различен. Регистрация занимает не более 30 секунд. Всего лишь в один клик. Когда вы создали доверенность, нажимаем кнопку «Зарегистрировать» и все. Ваша доверенность уже побежала по всем госорганам. Через 30 секунд ей можно пользоваться. И, несомненно, мы очень долго думали, а что же делать, чтобы сократить расходы компании. Ведь директор не может подписывать все доверенности. Это достаточно хлопотно. Он занят совсем другими делами, чтобы наши компании развивались. Но, с другой стороны, если доверить подписание МЧД кому-то другому, то тогда вступает в силу передоверие. Что мы сделали? В СБИЦ можно настроить передоверие в системе на какого-то сотрудника. Например, у нас это сотрудник отдела кадров и сотрудник юридической службы. Директор ставит передоверие на этих сотрудников. Они создают все доверенности. И в определенное время директор вставляет свой носитель с подписью ФНС. И сотрудники, которым было разрешено воспользоваться передоверием по подписанию МЧД, они в этот момент подписывают, потом сообщают директору, и тот снимает передоверие. И есть второй вариант. Есть руководители, которые прям вот им все хочется знать, все контролировать. Для таких мы тоже предусмотрели сервис. Руководителю после того, как созданы доверенности, приходит на почту уведомление, что необходимо подписать доверенности. Он может подписывать доверенность по одной, то есть постоянно прочитывая, кому что, какие полномочия он передает. Либо можно пакетно подписать все доверенности. Либо рандомно просмотрел 5-7 доверенностей, все хорошо, доверяю сотруднику юридической службы или кадровой, подписать все. То есть это эффективно, это быстро, и самое главное, не тратится время и деньги на нотариальное заверение. Ну и, конечно же, мы все привыкли все равно к бумажным документам, и визуализация для нас необходима. С доверенностью точно так же, когда приходит документ от контрагента, можно увидеть, кто подписал документ, какой подписью, ну и, конечно же, мы увидим штамп данной доверенности, то есть идентификатор, по которому мы можем проверить валидность этой доверенности в блокчейне ФНС. Но если вы пользуетесь СБИС, то вам это не нужно. СБИС за вас проверит действительность доверенности, что она отправлена именно тем сотрудникам, который в этой доверенности прописан, и что он имеет право подписывать данные документы. А если вы отправляете и СБИС документы, то МЧД, которую подписал на вас руководитель, она автоматически припрепится к документам. То есть это упрощает работу. То есть если бумажные доверенности мы должны были где-то искать, может быть, они у нас, или есть компании, где всё у одного человека, там у секретаря хранится, нужно бегать. Здесь нет, здесь всё автоматизировано. Вставил подпись, посмотрел документ, если он устраивает, и есть полномочия, подписал. Доверенность приложилась сразу. Что СБИС ещё делает? Если вы не приложили доверенность, либо вы подписали случайно подписью абсолютно другой. Бывает такое, что у человека несколько подписей. То СБИС просто вам скажет, что подписание невозможно ввиду и укажет причину. И, как я уже сказала, СБИС проверит валидность данной доверенности. И если она не утратила силу, если она зарегистрирована в лучшении ФНС, то этот документ придёт вам в работу. Если доверенность невалидна, то СБИС отправит контрагенту этот документ обратно, сообщив о том, что данный документ не может быть доставлен контрагенту ввиду того, что документ подписан неуполномоченным лицом. Доверенность невалидна. Несомненно, мы с вами все мобильные. Нам хочется работать не только за стационарным компьютером, но и на отдыхе хочется посмотреть, что же происходит в командировке. Поэтому мы сервис МЧД разработали для работы с любого устройства. Разработали удобную веб-версию. Также можно работать на мобильном устройстве через приложение. То есть всё просто, понятно. И, как всегда, СБИС позволяет использовать все сервисы и все возможности, которые необходимы нашим клиентам. Ну и кроме того, что СБИС сервис у нас работает очень хорошо, то я сейчас вам расскажу ещё про возможности работы с доверенностью в нашем САБе, когда СБИС ещё больше выполняет работы за наших клиентов. Что же можно сделать? Можно настроить автоматическую выдачу МЧД. Это просто колоссально сокращает работу, потому что вы можете настроить собственный справочник полномочий, связать с должностью, и САБи сам будет создавать МЧД новым сотрудникам. То есть пришёл новый сотрудник, сотруднику отдела кадров не нужно думать, а какие полномочия ему дать, а что делать. Он сразу же при приёме нажимает «Выдать МЧД», и МЧД с полномочиями на данную должность уже сформировано. Также мы предусмотрели ещё один момент, который очень волнует наших клиентов. Они спрашивают, а можно ли, например, изменить полномочия. Вот они были одни, а нам хочется добавить именно индивидуальным сотрудникам другие полномочия. Да, конечно, у нас с МЧД можно работать так же, как и с любым другим документом. То есть можно отправить на согласование. Причём согласование может быть как параллельное, так и последовательное. Как вам удобно, так оно и будет работать. Мы вам поможем в этих настройках. Ну и, конечно же, мы хотим учитывать сейчас доверенности не только те, которые уже мы выдали в электронном виде, но у нас ведь остались ещё и доверенности бумажные. Поэтому в СБИС учёт бумажных доверенностей ведётся ровно так же просто, как и учёт МЧД. Несомненно, нам нужно контролировать сроки доверенности. В СБИС и здесь вступает нам помощь. Контроль сроков, оповещение по СМС, e-mail, пуш-уведомления будут поступать, когда доверенность подойдёт срок её к истечению. и вы уже не пропустите этот срок. Заранее выпустите новую доверенность, чтобы контрагенты принимали документы своевременно и не отклоняли их. Ну, а в случае увольнения сотрудника, когда работник отдела кадров ставит «уволен», то доверенность автоматически отзывается. Также она будет изъята из блокчейна ФНС. То есть это очень удобно. Не нужно думать, что ваш сотрудник ушёл с бумажной доверенностью, как раньше было, и мог воспользоваться и какие-то причинить нам неудобства. То сейчас это невозможно. Уволился, МЧД отозвалось, и куда бы сотрудник ни пошёл с электронной подписью физлица, он уже не сможет выполнять полномочия от имени данного юрлица, из которого его уволили или он уволился самостоятельно. Ну и, конечно же, некоторые клиенты привыкли работать в каких-то своих учётных системах, в своих системах, которые они разработали для своего удобства. Мы здесь тоже предусмотрели этот вариант и разработали API для учётной системы клиентов. То есть можно работать в привычном интерфейсе своей системы, а с помощью API интегрировать работу с МЧД и доверенностями. При формировании документов для отправки с помощью API МЧД подтянется автоматически, а при получении документов вы увидите всю информацию об МЧД на документах и визуализируете полностью штамп по доверенности плюс идентификатор. Удобно? Конечно же, удобно, потому что в своей среде, в привычной, работать всегда комфортно. Ну и, конечно же, то, что мне сегодня хотелось сказать, то, что МЧД и электронные подписи для физлиц обязательны с 1 сентября. Государство пошло нам навстречу коммерсантам и разрешило использовать подписи юридического лица с указанием полномочного представителя. Мы всё равно должны уже идти в ногу со временем. Поэтому я рекомендую вам уже сейчас начать использовать МЧД, потому что практически все порталы, все площадки, все готовы к этому. И чтобы 1 сентября 2024 года быть во всеоружии, чтобы набить шишек лучше сейчас, когда ещё не накажут, чем быть неготовым. И, как всегда, у нас полочная система, она процветает. Ну и, конечно же, вы все поняли, что выпустить и применять МЧД в САБе очень легко, так же, как и управлять всеми доверенностями. Я благодарю вас за то, что вы меня послушали, за то, что вы присутствовали, за то, что вы не ушли. Вопросов достаточно много, но чтобы не задерживать вас, мы на все вопросы ответим письменно, разошлём. Ну и, конечно же, я всегда своим клиентам говорю, что мы открыты, мы считаем, что наш продукт лучший. Поэтому, если вам необходимо, можете записать мой сотовый телефон. Ещё раз, меня зовут Наталья Пышкина, руководитель удостоверяющего центра компании «Тензор» 8 915 961 2633. Этот номер на всякий случай. Я во всех мессенджерах есть. Если вдруг вы приобретаете МЧД или КУЦ, если вдруг у вас какие-то нетривиальные вопросы или просто вам захочется высказаться, я всегда открыта, я всегда общаюсь с клиентами, всегда благодарна не только за положительные отзывы, но за предложения, потому что только ваши предложения делают нас лучшими. Спасибо за внимание. Всего доброго. До новых встреч.